Делегации всех городов и районов собрались сегодня утром на Театральной площади на торжество ко Дню Победы. Участникам тех боев сейчас под 100 лет здоровье не всегда позволяет выходить из дома. Так что здесь в большинстве своем труженики тыла – дети войны. Работали с женщинами вместе, мужчин не хватало. Очень тяжелое с детства было. Ничего, мы выстояли крепкие, сами воспитывались, безотцовщина, отцы погибли наши, нас назвали безотцовщиной. Защищать на снегом было, так что выросли крепкими и для Родины все делали, чтобы наша Родина была крепкая и могучая. Один из самых активных и боевых – десант из Ворошиловского района Ростова. У нас сегодня представители Совета ветеранов Ворошиловского района, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, узники, труженики тыла. Мы сегодня всех поздравляем жителей с наступающим праздником. Желаем всем здоровья, победы и благополучия. Ворошиловский район поздравляет город Ростов-на-Дону. С Днем Победы! Трехкратно! Ура! 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 Ведителям Ростова-на-Дону возложили гирлянду славы. Все стихло на минуту молчания. Завершил церемонию проход роты почетного караула под музыку военного духового оркестра. Затем торжество переместилось в музыкальный театр, где Василий Голубев вручил 9 медалей за доблестный труд на благо Донского края труженикам тыла. В Ростове-на-Дону в руины подвращены 85% зданий. 280 из 286 заводов и фабрики были взорваны или сожжены. Как тогда говорил наш земляк Виталий Закрупкин, я прошел из конца в конец, сквозь пылающий озаренный пожарный город, под ногами скрипела кирпичная роса, в горячих руин скрежетала стекло. Первой областную награду получила Анна Блажко. Ей 93, но она и сейчас трудится в Совете ветеранов. А в годы войны девочкой спасала свой колхоз от разграбления. Немцы стали подходить, председатель колхоза говорит, колхоз должны разобрать, чтобы ничего немцу не досталось. А все, наша первая работа. С колхоза все тащили. Я ведро, помню, пшеницы набрала, я не могла его поднять. А сколько лет вам было? 11. В зале сегодня и семьи участников спецоперации. С женами бойцов губернатор встретился перед концертом, ведь они тоже в числе артистов. И рассказывают о второй части своего фотопроекта «Жены героев». Теперь к военнослужащим обращаются и дети. Папа, я тебя жду. А, с детишками, да? По слову, приняло участие 34 ребенка. И совсем недавно мы уже сняли вторую часть этого проекта. Это уже приняло более 50 человек. Это здорово. Мы их делали и будем делать все, чтобы поддержать семьи, ребят. Сделать все для того, чтобы там было легче. Василий Голубев рассказал, как сам бывал в Донецкой и Луганской республиках, в Мариуполе и общался с бойцами. Общался с ребятами. Ну, в общем, поражает их такая стойкость, уверенность. И после этого вопроса, чем мы можем еще помочь с некоторых пор, если одно время мы им поставляли продукт. То есть, нам нужна техника, технологии. Мы это делаем. После майских праздников губернатор передаст технику 4-й армии ВВС и ПВО, защищающей Ростовскую область воздуха. Ну, а торжество завершил концерт, собравший творческие коллективы артистов в ЮВО, солдат-срочников, юнормейцев и жен, бойцов спецоперации. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Первый Ростовский.